Игорь. Здравствуйте, Питер. Здравствуйте, Игорь. После массового митинга власти Оренбургской области стали повышать ставки. И сначала мэр Орска Василий Козупица заявил о повышении компенсации за утраченное имущество с 50 до 100 тысяч рублей, а утром и вовсе пообещал возмещение уже по рыночной стоимости. Жители Орска не верят властям и рассказывают, что ситуация продолжает накаляться. Пишут, можем объяснить издание. Напомню, сегодня третий день наводнения после того, как мыши прокрызли дамбы за миллиард рублей. Я не шучу, это официальная версия, которую озвучил директор ООС «Строй» Сергей Комаров. Игорь, мы помним, что подобного рода... Кстати, у меня есть лавик, давайте посмотрим. Сергей Васильевич, а если гребень плотины выдержал, а ее стало подмывать снизу, причем ее стало подмывать, видимо, заранее. А в чем здесь проблема? Плохо сыпали? Вот это для меня тоже загадка, потому что в этом месте только... Это только какие-то факторы. Я предполагаю два фактора. Либо это человеческий фактор. Кто-то машиной горизонтального бурения пробурил и проложил какую-то коммуникацию для сброса сочных вод, допустим, в Урал. Но, посмотрев, в каком месте по съемкам, в каком месте получился проран, этот фактор у меня отпал. И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. Вот грызуны, которые могли эту дамбу проточить, украинцы, которые расстреляли посетителей Кроку-Сити-Холла благодаря таджикам наемным. Ну, все это понятно. Игорь, как... Есть ли для вас существенная разница в том, как власти сейчас реагируют на происходящее? Путин бальяжно остается в Кремле. И, насколько я понимаю, Песков заявил, что он фактически там, с ордсками, я не знаю, с ордчанами, душой, если не телом. Но мы помним подобные заварухи, волнения в Хабаровске. Я не вижу особой, собственно, разницы. И Путин продолжает демонстрировать, что ему абсолютно наплевать. Никакой угрозы от собственного населения, судя по всему, он не ощущает. Нет, ну, конечно, какая тут может быть угроза? Значит, на самом деле, люди, которые действительно пострадали, это тысячи людей, которые лишились жилья, причем жилья лишились, в общем-то, невосстановимо. Мы видели, что произошло. Значит, вот этот замечательный человек, который рассказывал про злобных, агрессивных мышей, которые уничтожили эту дамбу, им же построенную. Ну, вообще-то потрясающий человек, потому что история паводков на Урале, собственно говоря, реки Урал, которая, собственно говоря, принесла столько бед россиянам жителям не только Оренбуржья, но и соседних областей, но и Тюмени, и целого ряда. Да и, в общем-то, в Казахстане, насколько я понимаю, 7 тысяч человек пришлось эвакуировать, потому что, в общем-то, вот это вот разгильдяйство и криворукость строителей дамбы, она причинила беды и жителям Казахстана. Так вот, ну, там же очень простая история. Просто история этих паводков показывает, что подъем, уровень воды повышался в разные годы до 9 с лишним метров и даже до 12 метров. А дамбу построили высотой 5,5 метров. То есть вот этот человек, который сваливает все на безответных мышей, он сам это все устроил. Да еще к тому же половину этой суммы разворовал. Так что это все классическое, такое российское русское разгильдяйство на счет на авось и еще плюс коррупция. Так что все более-менее понятно. Что же касается жителей, их возмущения, их протестов, то эти протесты сопровождаются криками «Путин, помоги!». То есть классическая схема «Царь хороший, бояре плохие». Возмущение и недоверие к местным властям от мэра города до губернатора. Ну и, соответственно, абсолютно халуйское обращение к Путину «Помоги!». Хотя, в общем, более-менее понятно, что Путину на них наплевать. Он действительно занят более важными делами. Он беседует в то время, как люди оказались без жилья. И, в общем, им предлагалось бежать неизвестно куда. Причем вот замечательный человек, который сейчас возглавляет МЧС в России, он упрекал самих жителей, что они не бежали из своих домов. Хотя куда они должны были бежать, куда они должны были эвакуироваться, когда никакой программы эвакуации не было, никто им ничего не предлагал. То есть они должны были выскочить из своих домов и отправиться в чисто поле, неся в руках домашнюю какую-то утварь, которую они смогли захватить. Неизвестно куда. Просто куда глаза глядят. Ну вот такое отношение. Ну а Путин в это время беседовал с главой Росрыболовства. Они делились, так сказать, уловом рыбы. Плюс к этому Путин еще поддержал замечательную инициативу, очень актуальную, надо сказать, в условиях современной России. Это возвращение конкурса «А ну-ка, девушки». Вот. Это тоже очень важное стратегическое занятие, которым Путин предавался вот в то время, как люди в Оренбургской области, в городе Орск. Кстати, я хорошо знаю этот город. Бывал там многократно. Это город, в котором рядом находится великолепное месторождение Яшмы. Одно из самых красивых месторождений. Но Путину, естественно, наплевать на этих жителей. И вот он, так сказать, занят, был более важными делами. Поэтому никакой угрозы вот эти протесты. Это локальные протесты, которые тут же схлынут. Ну, заткнут какими-то деньгами какую-то часть людей. Если кто-то будет продолжать выступать, то отправиться в тюрьму. Это, в общем, обычная схема. Так что никакой угрозы эти протесты не несут для власти. Путин очень хорошо понимает, чего ему надо бояться, а чего бояться не стоит. Вот те же самые российские добровольческие подразделения, которые воюют в составе украинской армии, вот это вызывает у него опасения, вот это вызывает страх. А вот таких вот протестов Путин совершенно не боится. Игорь, я вот, раз я уже упомянул и «Кокус-Сити-Холл», учитывая, что и пропаганда продолжает шлифовать эту наспех такую, знаете, с битой историей такой, и эти таджики, которые ранее нуждались в переводе, в переводчиках, взяли суда на таком худо-бедно-ломанном, но все-таки русском языке, такие признались якобы, что был некий связист с ними, Хайфулло, если не ошибаюсь, его звали, который всем обещал по прибытии в Украину там миллион рублей и так далее. Но это было абсолютно очевидно и ожидаемо, что так это все будет вывинуто. Но вот знаете, о чем я хочу вот сейчас поговорить, о том, что, собственно, новый такой вот элемент сейчас к этой истории, о том, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО на фоне теракта в Крокосе. Это вот свежая информация, спасибо редакторам, только что прислали это. Ведомство утверждает, что американские власти использовали Буризма Холдинг, украинскую газодобывающую компанию среди делегиров, которой, как вы помните, в 2016 по 2018 год входил Хантер Байден, сын Джо Байдена. По мнению Следственного комитета, денежные средства, поступившие через коммерческие организации, в частности нефтегазовую компанию Буризма Холдинг, действующие на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации. Знаете, насколько бы это абсурдно не звучало, но, возможно, вы уже знакомы с заявлением республиканских конгрессменов о том, что часть их партии уже подвержена и заражена российской пропагандой. И вот как раз свежее заявление Марджи Телли Грин, этой околтелой конгрессуумы штата Джорджия в интервью Стивену Бэннену, правому, такому, ультраправому радиомену. Она сказала, что вообще то, что происходит в Украине, это война против христиан, украинские власти убивают священников, в том, как Путин их защищает, почему мы не на стороне России, по сути, задала вопрос. Она не вовлечас, я думаю, что вот и эта тема будет подхвачена в Конгрессе. Нет таких безумных конспиративных теорий, теорий, которые не подхватила вот эта персона. Маджи Телли Грин она маргинал, у нее 3 миллиона подписчиков в Твиттере. И я вот уверен, что вот это идет как раз игра на этих персонажей. Это удары по Байдну, по администрации демократов. И это очень тревожно. Это очень тревожно в контексте того, что сегодня как раз Конгресс возобновил свою работу. И мы все ожидаем, что Майк Джонсон вынесет на рассмотрение пакет помощи в Украине. И как раз Маджи Телли Грин обещает его торпедировать и подвергнуть импичменту. Очень тревожно, на мой взгляд. Все очень тревожно. Вы знаете, я думаю, что вот то, что сейчас происходит, это можно считать это какой-то гиперболой, метафорой, чем угодно, но идет мировая война. И это мировая война. То есть события в Украине, события в Израиле, события в Соединенных Штатах Америки, да, там не стреляют, ну, по крайней мере, так сказать, в массовом порядке там не стреляют. Но то, что происходит, вот эти вот три точки, три очага мировой войны, три фронта мировой войны, они направлены на одно, они направлены на евроатлантическую цивилизацию. В Европе основной фронт это Украина, на Ближнем Востоке основной фронт это война против Израиля, и в Соединенных Штатах Америки, как огромной части евроатлантической цивилизации, это фактически война, которую ведет трампизм. Я сейчас не говорю о республиканской партии, потому что нет больше, вот на сегодняшний момент нет никакой республиканской партии. Я здесь вторгаюсь, конечно, в сферу вашей компетенции, но я высказываю свое убеждение и готов выслушать возражение, но я вижу реально, что никакой республиканской партии, как партии Рейгана, как партии Буша-старшего, ничего похожего нет сейчас. Сейчас есть какие-то жалкие остатки, которые сопротивляются совершенно другой силе под названием трампизм. Это совсем другая сила. Это не республиканская партия. Вот она сегодня захватила республиканскую партию, она сегодня в значительной степени владеет и управляет Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Эта партия настроен евроатлантической цивилизации фактически это такая болезнь, которая является реакцией на то, что во всем мире идет, особенно в евроатлантической цивилизации, идет смена индустриального общества, постиндустриального. И те люди, которые пострадали от этого, а любая смена, она включает в себя бенефициаров этого процесса прогресса и пострадавших от прогресса, это европейская цивилизация всегда, когда еще она не была евроатлантической, она испытывала многократные кризисы вот от такого развития. Ну, это и лудизм, который сопровождал, так сказать, переход к индустриальной фазе европейской цивилизации и другие формы кризиса. Это все хорошо известно, и Европу, что называется, ей предрешали, предсказывали закат многократно. Она все закатывается, начиная с знаменитого Шпенглера и примерно то же самое писал и Тойнге, все никак закатиться не может. Ну, короче говоря, вот это трампизм, это фронт против, это серьезный фронт против европейской цивилизации. И Путин, он всячески сейчас, ведь обратили внимание, что сейчас немножко, немножко, но Трамп стал уступать Байдену по опросам. Я просто, вот, профессиональная привычка социологов везде во всем мире следить за хорошими, качественными опросами. В Соединенных Штатах Америки они есть, и поэтому, вот как только Трамп начал уступать Байдену, чуть-чуть совсем, тут же на помощь пришел друг Владимир Путин. И вот то, что сейчас вы продемонстрировали, это помощь, помощь Трампу, помощь, так сказать, трампистам, не республиканцам, а именно трампистам, для того, чтобы поджечь еще раз наиболее оголтелую часть, трампистскую часть Конгресса, для того, чтобы провалить возможное, возможное голосование, так сказать, за помощь Украине и поддержать Трампа, как, так сказать, утопить Байдена и поддержать Трампа. Вот эти вот союзники по, по вот такому нападению на евроатлантической цивилизации, Путин и Трамп, они друг другу помогают. И последняя обнародованная вот эта версия газеты Washington Post, где говорилось о том, что Трамп планирует вот эта волшебная формула мир за 24 часа, она заключается в очень простой вещи, что Трамп, придя к власти, будет, так сказать, склонять, усиленно склонять руководство Украины к тому, чтобы обменять территории Украины, Крым и Донбасс на мир. Это абсолютно невозможная вещь, но тем не менее на этом будут спекулировать. То есть, короче говоря, я думаю, что вот это фактически мировая война, она идет через поддержку Путина и Трампа очень активным образом. И то, что вы сейчас показали, это как раз лишнее свидетельство того, что работает эта связка, работает это союзнические обязательства. Два врага евроатлантической цивилизации, Путин и Трамп, помогают друг другу. Это действительно ужасно, это вопиюще. Я даже знаю людей, которые лоббируют сейчас в Вашингтоне идею того, что преследуют христиан, имеется ввиду ограничения на деятельность УПЦ, МП, разумеется, но есть такой олигарх, бывший олигарх, сбежавший из Украины, Вадим Новинский, его называли в свое время, я уверен, что вы слышали это имя, Игорь, православным таким вот его, он нанял очень дорогостоящую фамилию Амстердам, я уже знаю, очень-очень основной репутацией человека, они сейчас лоббируют, ходят по коридорам Конгресса, в том числе, я уверен, Манжи Тиле Грин и же с ней, внедряя в тюрьму идею о том, что вот идет война, молча в том, что, собственно, все евангелисты, евангелисты, которыми являются ее избиратели, как раз являются первой жертвой российской экспансии, российской агрессии в Донбассе, где с 2014 года реально были убиты ни один священник и даже члены их семей, это же документированные факты, вы понимаете, насколько вопиющие вращение идет всей этой таланты, что происходит. Ну и, кстати, в интервью с Марком Фегиным Станислав Белковский сказал, что да, это является частью также некого такого крестового похода Путина за традиционные ценности, а не рассчитанные и на страны глобального юга и вот на, в частности, этих трампистов, не буду их называть республиканцами, полностью с вами Игорь Солидарин, это уже not your mother's Republican Party, когда в Америке не республиканская партия ваших пап и мам, это нечто совершенно другое и абсолютно инородное для либеральной демократии. Ну и вот информация уже по поводу того, что Европа должна готовиться к возможной войне, поскольку полномасштабный конфликт на континенте за пределами Украины больше не является фантазией. Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозе Боррель. Россия угрожает Европе как продолжающейся войной в Украине, так и гибридными атаками на страны-члены ЕС. Отметил Боррель во вторник, во время выступления в Брюсселе. Зотик США, на который мы полагали со времен холодной войны, может быть не всегда открыт Боррель. Возможно, в зависимости от того, кто правит в Вашингтоне, мы не сможем рассчитывать на то, что Америка нас защитит. В Америке плана по Украине как такового нет. Кроме маразматического плана Трампа, я знаю, вы это недавно тоже в своем интервью в одном грязином сказали, что вы недовольны и тем, как у Байдена нет этого плана, и вот даже эти трамписты одиозные, которые его критикуют, они во многом про выгодные сказали, что у Байдена нет плана. А видите ли вы некий такой вырисовывающийся план по другую сторону Атлантики? Все эти заявления, они складывали эти пазды в некую картинку, начиная, вот разумеется, от очень жестких заявлений Макрона и вот заявления Борреля. Или это все пустое сотрясание воздуха? Я не думаю, что это пустое сотрясание воздуха, это действительно какое-то вот зарождение плана. Но это вот, знаете, есть в этом замечательном советском еще фильме Кинзаза такая фраза, что люди начинают говорить какие-то фразы, то есть они начинают петь какую-то песню, не зная окончания окончания этой песни, не зная окончания окончания слов. Говорят на языке, окончания которого не знают. И вот здесь вот проблема заключается в том, что то, что говорит Саркази, вернее, виноват, то, что говорит лидер французский сегодня, то, что говорят его союзники, сейчас очень важное событие было 75-летие Антанты, и вот, так сказать, Франция и Великобритания вновь как бы объявили о готовности возродить вот это сердечное согласие Антанту. И вот то, что говорил Макрона в отношении того, что войска Франции могут оказаться на территории Украины, это все какие-то отдельные фразы, которые в общем в целом, отдельные какие-то мелодии, которые в целом не складываются во что-то органичное, потому что, еще раз подчеркиваю, вот в чем с моей точки зрения слабость сегодня огромной, огромной евроатлантической цивилизации, огромного НАТО, огромного Евросоюза, каждый из этих структур многократно превосходит Россию по мощи. Почему, это же вопрос, почему Россия, которая неизмеримо слабее, так сказать, и Соединенных Штатов Америки в отдельности, и Европы в отдельности, и НАТО как совокупной мощи, почему два с лишним года она, ну прямо скажем, достаточно успешно воюет, понятно, что против России не воюют непосредственно солдаты НАТО, но тем не менее, Россия выдерживает эту войну, поскольку за спиной Украины вот эта вот совокупная мощь, невероятная мощь западного мира, Россия выдерживает, а причина очень простая, она заключается в том, что у всей этой мощи нет понимания того, что в конечном итоге они хотят сделать с Россией, и в этом смысле ненавидимые мной трамписты, когда задают вот этот вот ехидный вопрос Байдену, говоря о том, что у вас есть вообще какой-то план в отношении этой войны, есть какой-то план в отношении Путина, и Байдену нечего ответить, потому что такого плана нет у Байдена, такого плана нет у Евросоюза, такого плана нет у НАТО, потому что в отличие, скажем, от антигитлеровской коалиции, когда был ясный и понятный план уничтожить фашистский режим, уничтожить Третий Рейх, вот эти слова уничтожить фашистский режим Путина не произносит сегодня никто на Западе, это очень существенное отличие, а если нет цели, тогда непонятно что делать, непонятно какое оружие для этого нужно, какие силы нужно задействовать, при этом вот произнесение этих слов, вот конечная цель, что целью может быть только одно, уничтожение фашистского режима Путина, если эти слова произнесены, то дальше возникает вопрос, какие силы для этого нужны, какие средства, сколько денег на это нужно, какая дорожная карта к этому, и вот тогда все складывается, тогда все становится понятно, и совершенно необязательно посылать французских солдат умирать за Украину, совсем необязательно, здесь может быть совершенно другая вещь, например, создание, серьезная работа под созданием большой российской или русской как угодно, ну, скорее российской, потому что здесь можно намного опираться, российской добровольческой освободительной армии, это огромный проект, который требует денег, но, уверяю вас, это деньги значительно меньше, чем издержки, которые понесут та же самая Европа, если путинский режим устоит, и так, это серьезная логистическая, очень серьезная военная, очень серьезная политическая задача, которую можно реализовать, потому что в России из примерно 20 миллионов людей, которые, а это примерные оценки, они очень близки, из примерно 20 миллионов людей, которые ненавидят путинский режим, или, по крайней мере, плохо относятся к нему, вполне можно собрать, так сказать, серьезную армию, которая, если это будет организовано, если людям этим обеспечит безопасность их семей, прежде всего, если им покажут хорошую, так сказать, тропинку вступления в этой армии, если где-то на территории какой-нибудь европейской страны будет организована площадка для того, чтобы этих людей собрать, обучить, оборужить и отправить в Украину, но это требует очень серьезных усилий, это требует кадров, которых на сегодняшний момент нет, то есть это отдельная логистическая, политическая, военная и гражданская задача, и здесь нужны усилия, с одной стороны, российской оппозиции и политическая воля ее, которой пока нет, пока такую задачу никто не ставит, поддержка российских добровольцев это одно, а создание крупной, действительно мощной вооруженной российской добровольческой освободительной армии это совсем другая задача, на это нет пока политической воли российской оппозиции, на это нет пока политической, даже близко нет, никто таких задач не ставит, скажем, западных политиков, и руководство Украины тоже не видит такую возможность, поэтому, но это одна из возможных составных частей реализации плана уничтожения путинского фашизма, одна из, есть и другие, но по крайней мере, вот на сегодняшний момент беда заключается в том, что вот этой очевидной цели никто не видит, и никто не ставит, может и видит, но боятся произнести, это вот, это беда, это серьезная проблема, когда нет цели, то непонятно вообще, что надо делать, отсюда вот это хаотические движения, отсюда это пипеточная помощь, отсюда и то очень тяжелое положение, в котором в 2024 году оказалась Украина, которая просто истекает кровью сейчас. Я могу только в заключение вспомнить слова Давида Шарфа, военно-образовательной, который был с нами в нашей первой части программы, он сказал, что все эти проблемы, в том числе и из-за того, что НАТО не ощущает эту войну как своей, это не их война, пока ощущение и понимание того, что это общая традиционная война, в полной мере, нет. Игорь, спасибо большое за то, что были нашим гостем, друзья, Игорь Иковенко, подписывайтесь на канал Игоря Иковенко. Thank you. Субтитры сделал DimaTorzok